Добрый вечер всем! Здорово, у нас сегодня такая камерная дружеская атмосфера. Я буквально с парой фраз о том, что эту встречу мы организовали после того, как в ноябре выпустили книгу ИТО «Популярное передвижение на искусственных точках опоры». У этой книги три автора. Это Евгения Дмитриенко, Анна Александронец и Ратмир. И поскольку Женя уже со своей лекцией выступил, Ратмир оказался свободен как звезда альпинизма только в начале января, поэтому мы, собственно, позвали его сегодня. Книга есть в продаже, книга есть здесь, в баре, и после лекции можно ее купить и взять автограф у автора. Равно как и другую книгу «Альпинисты свободы», которая тоже сейчас продается здесь, которую мы выпустили в декабре. Вот. Это все. И я передаю слово Ратмиру. Хорошо слышно, да? Спасибо. Тема, о чем я захотел вам рассказать, сегодня на лекции будет делиться на две части. Я расскажу вам, как я докатился до такой жизни, то есть на личном опыте свой путь до мастера спорта. И потом, собственно, наиболее интересная уже тема, как ускориться, как быстро передвигаться на скале, на маршруте, в рамках соревнований. Или же просто сами пришли, и как это все делать быстро. Если начать, так сказать, с самого-самого начала, в детстве я начал заниматься скалолазанием. У нас в школе построили скалодром, и так случилось, что я на него попал. То есть забавная фотография, это мы поехали на скалы нашей скромной секции. Занимался я, наверное, можно сказать, профессионально, но особых успехов не достиг, потому что занимался совсем немного. Но ездил на соревнования, на российские, на первенства, детские, юношеские. Потом был небольшой промежуток. Поступал в университет, сдавал экзамены, и скалолазание забросил. Уже в университете на втором курсе я вернулся в скалолазание, пришел в школу. Какая-то ностальгия нахлынула, и я снова начал лазать. Потом также я пришел на скалодром к альпинистам. Мне очень сильно понравилась тусовка. И, наверное, это можно считать такой отправной точкой, когда жизнь пошла под откос. Мы начали ездить на скалы, прям активно ездили на скалы. Нам рассказывали, как ставить точки, как собирать станции. И еще, наверное, большое влияние оказалось, что мой тренер по скалолазанию был альпинистом. Он все время на тренировках рассказывал про большие стены, про восхождение, про то, как лезть можно 200, 300, 500 метров, как жумарить, как дюльферять. И в сознании это все отложилось и всплыло, как раз когда начал общаться с альпинистами. Понял, что мне хочется лазать не 20, 30, 40 метров, а намного больше стены. И начали мы как-то в этом всем направлении двигаться. На первые сборы в Крым мы поехали в 2015 году. Естественно, как новичку нам что давали? Единички, двойки. Но по совместительству я много лазал на скалах, и уровень был лазания неплохой. Поэтому с моим напарником, с Никитой, мы перед официальной частью хорошо разлазались, сходили несколько интересных мультипитчей. И основная цель была в конце сборов неофициально сходить какой-нибудь хороший, интересный маршрут, естественно, под присмотром инструкторов. Что, собственно, мы смогли продавить. Нам разрешили сходить в неофициальную пятерку вместе с инструкторами. И тогда я понял, что действительно вот прямо чего я хочу. Потом этим же летом я съездил в Красноярск на школу ИТО. Естественно, мне это все очень-очень сильно понравилось. Я начал мыслить, как мне чаще бывать в горах, как туда ездить. И понял, что одно из основных направлений – это развиваться как спортсмен. Потом я в эту же осень приехал к ним еще раз на школу, уже чуть более продвинутую. Она у них называется Супер ИТО. То есть там чуть-чуть посложнее техники, чуть-чуть другие трассы, маршруты. Жить нужно иногда в платформе. То есть чуть-чуть более сложное. И зимой в этом же году, то есть это новогодние праздники, мы поехали в Валарчу. В Валарче у нас были не такие удачные сборы. Мы сходили единичку, двойку. И на этом сборы закончились. Собственно, этой же зимой мне было мало. И я поехал в Туиксу. По-моему, даже это было в феврале. То есть мы в январе вернулись с Арчи. Я такой, съездили не очень, хочу больше. Поехал в Туиксу. В Туиксу очень понравилось. Там попалась хорошая группа, хороший инструктор. И мы сходили буквально там уже до троек Б. И мне прям все это понравилось. Наверное, по списку понятно, что я поехал туда снова, снова. И выполняя уже второй разряд, мы ходили потом четверки. Первую пятерку мы тоже сходили уже летом в Туиксу. И потом я понял, что все-таки как-то надо разнообразить. Поехал на Кавказ, поехал в Крым. То есть получал опыты других районов. На Кавказе осенью мы тогда сходили на Казбек, сходили на Ужбу. Вот, кстати, четверки Ужба, северная по классике, фотография. Поехал потом уже в Крым. То есть, будучи, имея опыт пятерок уже официальных, поехал в Крым. Там провел два месяца, залез в свою первую крымскую пятерку А соло. Потом познакомился с местными альпинистами, напросился вместе с ними сходить. Шестерки А тоже крымские, то есть это были мои первые крымские шестерки А. И уже со вторым разрядом, с каким-то небольшим превышением в виде шестерок крымских, поехал на школу инструкторов осень, зима. Да. И окончил школу инструкторов оттуда же сразу. Поехал в Арчу. Сходили первые пятерки уже зимние. То есть, это нужно по нормам на первый разряд. Закрыл разряд. И после спортивных сборов в Арче, как вы думаете, куда? Обратно в Туиксу на стажировку уже инструктором. Отстажировался в Туиксу. И началась тут уже такая более спортивная карьера. То есть, я весь год ездил на этапы скального класса, выступал. На чемпионат скальный класс тоже съездил. На этапах где-то были призы, где-то попадал в призовые места, где-то не попадал. На чемпионате выступили мы, заняли четвертое место. Съездили потом также на школу треда. Впервые я попробовал лазать тредом семерки. Залезли мы семерку Б тредом. Это было просто что-то невероятное. И заняли там второе место. Потом поехали в Безинги. И там сходились свои первые пятерки Б в двойке тоже в больших горах. Потому что в Крыму уже они были хожены. Съездил в Фанские горы вместе с казахской сборной. Сходили там свою первую шестерку для меня А в больших горах. Потом еще пошли одну шестерку А. Думая, что это шестерка А. Но оказалось, в российском классикаторе она записана как шестерка Б. То есть, по сути, это была тоже шестерка Б первая. Потом съездили мы в Крым на последний этап Кубка России в скальном классе. Заняли там первое место. И по сумме баллов потом в конце года я узнал, что в принципе я выиграл весь кубок по общему зачету. Тем самым выполнив норматив мастера спорта. В следующем, ну, пока это все проволочки шли-шли-шли, в следующем году мне его присвоили. Выступал я уже чуть меньше. Ездил в основном на чемпионаты. То есть на чемпионат в скальном классе мы съездили. Тоже с тюменским напарником, с Никитой. Заняли там второе место. В трейде уже, имея чуть больше опыта, заняли первое место. И пригласили меня в Красноярскую сборную. После этого я согласился, потому что и все время было большое желание искать хороших напарников, наставников, которые могут и будут помогать развиваться. И в течение 2019 года уже ушедшего съездили мы на чемпионат уже в техническом классе, так сказать, уже в большие горы, то есть немалые горы, как Крым. Заняли там первое место. Летом поехали в Каравшин. Залезли там в рамках заочного высотно-технического класса на пик Одессы 48-10. Шестерку Б подали на чемпионат, заняли второе место. И в скальном классе тоже участвовали в Красноярске, заняли второе место. Ну а в трейд-контесте снова повезло и заняли первое. Вот так примерно шел мой путь от человека, который просто лазает в зале, до того, как я перешел на большие стенки. Теперь бы я хотел рассказать вам про то, как быстрее лазать. Эту тему лекции я разделил на несколько пунктов. Их 8, 9, 8 или 9. Первое, что бы я хотел вам сказать, что, чтобы быстро лазать, вам не нужно быстро передвигать ногами, руками. Вам нужно понять, что в горах очень быстро пролезть, допустим, 20, 30, 40, 50 метров вы сможете. Но 300, 400 метров вы очень-очень сильно устанете и не сможете дальше передвигаться. Это будет небезопасно, у вас кончатся силы. И поэтому быстрое лазание всегда сводится к отсутствию каких-то затыков, к быстрому принятию решений. И всегда в априори должна стоять безопасность. То есть прежде чем научиться быстро лазать, вы должны научиться делать это безопасно. А уже после, наращивая скорость, навыки, отрабатывая, вы будете приобретать скорость. Первое, что бы я хотел вам сказать, для того, чтобы быстро лазать, вам нужно научиться хорошо и правильно работать со снаряжением. То есть первое, что делаю, когда читаю лекцию про снаряжение, это говорю, что покупая снаряжение, беря в горы его, то самое главное сначала посмотреть мануал, инструкцию по использованию. Потому что половина того, что мы, как инструктора, рассказываем на лекции про снаряжение, это инструкция по эксплуатации. То есть как его можно использовать, как нельзя, при каких нагрузках она порвется, при каких она будет работать и жить и помогать вам в дальнейшем. А половина — это личный опыт. То есть где было с ним удобно, где было с ним неудобно, где оно подвело, а где, наоборот, выручило. Поэтому любое снаряжение, покупая в магазине, беря у напарников старших товарищей или одалживая в клубе, обязательно посмотрите, как его использовать. Найдите в интернете или возьмите инструкцию по эксплуатации. После того, как вы узнали, как им пользоваться, нужно его как-то на себя повесить. И вот тут сейчас я вам расскажу некоторые принципы по развеске и покажу шаблон развески, которым я пользуюсь. Не обязательно вам всегда пользоваться именно таким же. То есть шаблон вы можете как-то дополнять, видоизменять, но принципы желательно соблюдать. У меня есть самостраховка такая. Одни из основных принципов – это компактность и удобство вашей развески. То есть чем все висит компактнее и удобнее, тем проще вам все это находить и находить быстрее. Соответственно, быстрее это все можно использовать. То есть что вы как лидер обычно берете с собой на маршрут? То есть это ваши закладные элементы, френды, закладки, крючья, якоря, молоток и так далее. Начнем с молотка. У молотка всегда должна быть ваша самостраховка. Она не должна висеть ниже колена. Это один из основных принципов. То есть все, что вы на себя вешаете, не должно свисать ниже колена. Иначе поднимая вы обязательно запутаетесь, упадете, и вам будет неудобно падать. Второй принцип. Желательно, чтобы все, что на вас висит, вы могли снимать и вешать одной рукой. Для этого придумали вот такие магниты у молотка. То есть можно снять и повесить его достаточно быстро и удобно. Еще одна вспомогательная такая штука, которая тоже облегчит вам жизнь и ускорит подбор снаряжения, это пластиковые карабины. Они нужны для того, чтобы вы могли использовать ваши крючи, снимать и вешать одной рукой. То есть он висит, никак не мешает. Сняли, повесили. Все это можно делать одной рукой, даже если вторая у вас занята. Еще один такой небольшой совет. Желательно сразу переносить крюча с рапидом и оттяжкой. Почему? Потому что прежде чем начать забивать икоря, вам в любом случае придется щелкивать от него оттяжку. Соответственно, это дополнительное время, это дополнительная рука, потому что вы сняли крюк, вам нужно откуда-то взять оттяжку чем-то второй рукой. Щелкнуть и только после этого начать забивать. Поэтому, если у вас икоря сразу таким звеньем идут, то он готов для того, чтобы его забивать. Еще один принцип. Самое актуальное снаряжение, которое требует большего внимания, вы должны вешать на передние полочки накопителей. Что это за снаряжение? Если вы лидер, то это точки страховки. Френды, комалоты. Развешивать абы как их тоже не стоит. Желательно их развешивать всегда по порядку. И развеска должна быть всегда у вас одинакова, потому что со временем вы привыкнете к одному типу развески и уже не глядя на вашу систему будете понимать, где это все находится. И если вы будете делать это всегда одинаково, то это отложится вам буквально за несколько сборов, за несколько восхождений. Допустим, как вешаю я? Я всегда вешаю слева маленькие, от маленького к большому. И то же самое с большими. Большие у меня всегда висят справа. Вот красный у меня идет самый маленький из больших, соответственно он будет висеть поближе. Вот три красных, значит все три здесь. Потом желтый, синенький. Еще один желтый, значит его вешаем к желтому. Все вроде легко и понятно. Желтый к желтому, синий к синему. Еще обратите внимание, каждый френд имеет свой определенный цвет. Цвет соответствует какому-то размеру. Цвет френда, цвет карабина должен совпадать. Таким образом вы будете на системе находить намного быстрее. То есть вы не будете поднимать всю связку френдов, искать, ага, мне нужен желтый. Взяли желтый, посмотрели, он висит вот на этом карабине, его сняли. Вы будете чуть быстрее находить ваше снаряжение, если оно будет на цветных карабинах. Видите, мне нужен желтый, значит берете желтый карабин, и на нем оказался желтый френд. То есть вам не нужно поднимать всю связку, смотреть, а есть ли у меня фиолетовый. Вы просто смотрите сюда, видите, есть фиолетовый карабин, значит фиолетовый френд тоже у вас есть. Следующее, у вас обязательно будут наборы закладок. Все вместе их носить не обязательно. Почему? Допустим, нужна мне закладка, я вижу трещину, знаю, мне нужна маленькая закладка. Я снимаю набор из, наверное, 10 закладок, и маленьких здесь штук 5. Соответственно, 5 больших я снял зря, и мне нужно опять в них ориентироваться. То есть, чтобы этого не происходило, я разделяю закладки на большие, на отдельный карабин, и маленький на другой отдельный. Вот таких два наборчика. То есть, зная, что мне нужна маленькая закладка, я беру 5 маленьких закладок и уже намного проще и быстрее подбираю нужную. Еще небольшой совет, если вы соберетесь покупать закладки, покупайте цветные. Точно так же, как и с френдами, по цветам легче ориентироваться. То есть, вы легче поймете, что мне нужна, допустим, синяя закладка, я помню, что она маленькая, и вот она сразу синяя. Если они будут все стального цвета или какого-то другого одинакового, вы будете знать, что мне нужна какая-то стальная из 5 стальных, и где тот размер, будете искать чуть дольше. Еще есть другой принцип разделения закладок на два мини-набора. Это актуально в тех случаях, если есть вероятность, что вы можете потерять какой-то из наборов. Допустим, захотели взять большую закладку, взяли и потеряли. У вас больше нет больших закладок. Поэтому тот принцип, когда вы делаете два мини-набора из больших и маленьких, он имеет место быть. Но тут уже вам нужно принять решение самим, что для вас удобнее. То есть вот теперь у меня есть один набор мини с тремя большими и тремя маленькими, и другой набор с двумя большими и четырьмя маленькими. Что из этого вам удобнее? Примите решение сами. Еще небольшой такой совет. Рекомендую закладки носить на карабинах с крючками, потому что так меньше вероятность, что они потеряются. Так они остаются на крючке при неаккуратных движениях, а так они теряются. Теперь подбирать придется. Закладки я тоже привык всегда носить на самой дальней стороне ближней полочки, чтобы, если что, удобнее с этой стороны, и вы чаще используете закладки, то лучше, чтобы они были поближе к вам. Закладками я пользуюсь не так часто, как Френдли, поэтому их вешаю подальше. Вот и, собственно, снаряжение, максимально актуальное, необходимое для лидера, точки страховки. Но, помимо всего прочего, еще нужны оттяжки, петли удлинителей, дополнительные карабины, страховочное устройство, туда-сюда. Для чего лидеру это все нужно? Чтобы, предположим, станционная петля, ну, как без нее и лезть, потому что вы пролезете 20, 30, 50 метров, и вам нужно собирать станцию. Но 20-30 метров вы пролезете к этому снаряжению, вы обратитесь от 10 до 30 раз, а к этому всего один. Соответственно, здесь нет смысла его тащить. Вы убираете его назад, и оно у вас здесь висит. Сюда же у меня может пойти корзинка. Сразу же обратите внимание, есть у меня дополнительный карабин для автоблока. Он сразу же висит вместе с корзинкой. То есть не отдельным где-то там сзади, чтобы я сначала снял корзинку, потом где дополнительный карабин. Висит все сразу вместе. Также нужны оттяжки, короткие, для каких-то местных точек или для закладок. Еще очень важно помнить, что если вы берете 10 закладок, но берете 5 оттяжек, это не совсем логично, потому что они у вас могут кончиться, закладки останутся, а щелкивать уже будет нечего. Оттяжки тоже актуальное снаряжение, но вам без разницы, какую из пяти оттяжек вы возьмете, поэтому вы можете ее повесить и потом не глядя снимать. То есть вам не нужно смотреть, какую из пяти оттяжек вы возьмете. Она будет в любом случае работать так же, как и другие. Еще также я использую вот такие петли-удлинители с одним фиксированным карабином и с пустой стропой. Для чего? Для вот таких точек, уже собранных с отдельными карабинами, потому что иногда длины стропы френда или, допустим, собранного такого звена не хватает. И чтобы не было перегибов, нужно как-то это дело удлинить. То есть я ставлю точку, снимаю либо с этой стороны, либо с той, подщелкиваю, и есть уже длинные. Помимо таких сороковок, фиксированные карабинами, еще можно использовать и шестидесятки. И чтобы с ними быстрее, удобнее работать и не нагомождать все, что находится на вас, их можно переносить на плечи. Сейчас мы сделаем так, чтобы микрофон не цеплялся. Поставили френд, опустим щель, и очень легко и быстро можно снять, подщелкнуть, и все готово. То есть достаточно быстрое, легкое удлинение. И нет нагромождения на вашей основной системе. Но есть один большой нюанс. Если вы держитесь правой рукой, эту петлю вы не снимете. Вам придется менять руки. То есть этот способ подходит как раз таки, когда у вас либо есть возможность менять руки, либо есть какой-то другой запасной вариант. Другой запасной вариант у меня вот висит слева. То есть я держусь правой рукой, я могу снять удлинитель слева и удлинить свой френд. И помимо коротких оттяжек, мне нужны длинные. Сразу скажу, что удобнее всего их сокращать способом втрое. Вы берете один маленький карабин, просовываете и подщелкиваете две петельки. В чем удобство? Удобство в том, что подойдя к местной точке, вы вщелкиваете, одна рука у вас, допустим, занята. Вы держитесь за цепкой, вам очень страшно, удлинить нужно быстро. Вы вщелкиваете этот карабин и вщелкиваете абсолютно в любую стропу, тянете, и оттяжка у вас не разбирается. Потому что, когда вы сокращаете вдвое, есть вероятность, что подщелкнув и, допустим, потянув не за ту стропу, здесь потянули мы за ту, она у вас разберется. И такое иногда бывало. То есть ты щелкнул, потянул, а оно не сработало. То есть ты хочешь побыстрее застраховаться, тянешь, а оно разбирается. Такое бывает. Чтобы этого избежать, лучше всего сокращать определенным способом. То есть при необходимости у вас есть и короткая оттяжка, если вдруг нужно удлинить, есть и длинная. Допустим, также дополнительный репшнур тоже уходит назад, потому что он мне понадобится в крайних случаях либо на станции, либо когда нужно будет что-то оставить. Вот, собственно, и все снаряжение лидера. Сразу скажу, что на особо сложных маршрутах я использую верхнюю разгрузку, но она немного сковывает верхний плечевой пояс, делать какие-то движения, в каких-то каминах лезть. Это мешается. Поэтому, если есть возможность, я стараюсь все распределить внизу, чтобы было удобнее лезть. Но, допустим, с петельками я накидываю на себя. Оно никак не сковывает, и можно при необходимости быстро удлинить. Если вы не лидер, а, допустим, страхующий, или вы жумарите, или собираетесь дюльферять, вот это все здесь не должно висеть. Оно уходит назад, а впереди висит то, что вам понадобится. Если вы человек, который страхует, у вас тут рядом висит корзинка, здесь висят два жумара, потому что, когда вам сделают перилы, вам нужно будет сразу же жумарить. Если вы дюльферяете, то здесь у вас под рукой должен быть схватывающий узел, тут опять-таки корзинка. Если вы едете первым, то здесь еще у вас будут станции, которые, может быть, вам придется собирать. То есть доезжаете на какого-то места собирать станцию, у вас все висит. То есть не должно это все висеть сзади. То есть основные принципы – это удобство, компактность. Ну и, собственно, все. То есть вы должны во всем этом очень быстро ориентироваться. На сборах я предлагаю, после того, как провожу лекцию про развески, интересное упражнение в форме игры. То есть мы выбираем одного-двух человек, он приходит, развешивается, мы ему завязываем глаза и просим какие-то элементы снаряжения снимать. То есть, допустим, самый большой френд. Он должен с закрытыми глазами найти самый большой френд. Кладет его. Потом еще и еще. Спрашиваем, оттяжки где, спрашиваем, где удлинители. Он все это снимает. Потом, естественно, спрашиваем, а что у тебя осталось? А, допустим, большие комалоты, а есть ли закладки? И после такого упражнения, двух-трех повторений, человек действительно начинает запоминать, что где у него висит. Это что касаемо развески для лидера, для вторых и для третьих. Так, теперь про то, как удобнее и быстрее можно это все передать. Можно тебя попросить? Сейчас будет небольшая имитация. как будто бы у тебя это будет твоей самостраховкой. Давай вокруг тебя петельку сделаем. Еще, да? Большого выбрал. Предположим, это твоя самостраховка. Ты лидер, ты меня принял. Я прихожу, собрал все снаряжение и встал тоже на самостраховку. Естественно, мне нужно выпустить человека дальше и все, что на мне висит, нужно ему как-то отдать. Самая распространенная ошибка это передача из рук в руки. То есть я куда-то смотрю, он куда-то не смотрит и оно падает. Я говорю, ты что, не ловишь? Уже. И как бы вот он все набрал, ему нужно отлечься, чтобы все это к себе подстегнуть. Мне нужно подождать, пока он подстегнет и я жду, чтобы передать. Это неправильно. Самое удобное и быстрое это снимая с себя, подстегивать на его самостраховку. И когда у него будет время, он развесит на себе как нужно. Я постараюсь максимально быстро это все сделать. Я освободился, он развешивается, я занимаюсь своими делами. То есть такая идет параллельная работа, люди успевают это делать все быстро. Но есть еще один очень удобный способ, если вы второй идете, все ваши железки, которые собираете, подстегивать вот на такую петельку. Удобнее всего, если это шестидесятка. То есть вы лезете, жмарите, подстегиваете и когда пришли на станцию, вы просто снимаете с себя всю петлю со всем барахлом. Вот в руки старайтесь никогда не отдавать, потому что опять он может это все потерять, либо повесить на него, либо карабином подстегнуть к станции, либо на его самостраховку. Но передача из рук в руки повышает вероятность потери и съедает у вас некоторое время. То есть если это один раз, ну допустим 10-15 секунд, если это два раза, если это пять раз или у вас 10 веревок, это может съесть у вас пять минут. Просто на одной операции можно потерять пять минут. Все, спасибо. Это что касаемо работы со снаряжением. То есть вы должны знать, как оно работает, как сделать так, чтобы вы могли работать с ним быстро и по развеске. Основные принципы. Ничего не должно висеть ниже. Все должно висеть компактно. Вы должны знать, где это и как это можно найти. Ну и про передачу здесь тоже запомнили. Следующее по допустим также работе на станции с некоторым снаряжением. если вы лидер, вы пришли и собрали станцию, в одной из самых стандартных тактик вам нужно сделать перила для того, чтобы люди могли к вам подняться. Что вам нужно сделать? Первым делом вы выбираете перильную веревку, то есть вы не делаете страховку, а именно выбираете перильную веревку. снаряга зацепилось. То есть таким образом вы выбрали перила, крикнули, что перила готова, и человек, который вас страховал, уже может стегнуть жмары, то есть он вас уже не страхует, может, вы на самостраховке, он стегивает жмары, нагружает перила, и пока вы выбираете страховочную веревку, встегиваете корзинку в автоблок и кричите, что страховка готова, человек может уже нагрузить перила, чтобы они немножко просели, потому что в любом случае у веревки есть какой-то процент удлинения. Если на станции уже никого нет, и он перила нагрузил, и, допустим, хорошая полка, он может начать потихоньку разбирать станцию, если это не большой маятник, допустим, стоит он на полке, вот перила нагрузил, страховка выбирается, можно начать разбирать. То есть это тоже маленькая экономия, но вы здесь сэкономили, там сэкономили, в итоге вы на пяти веревках можете от 10 до 15 до 30 минут сэкономить, и будете чуточку быстрее передвигаться. Собственно, вот третий принцип здесь и скажем. Если вас чуть больше людей, то располовиненные перила будут также вам помогать в скорости, потому что несколько людей будут жумарить одновременно. То есть не так, что человек подошел, 50 метров жумарит, все остальные ждут, пока человек прожимает 50 метров. Нет, он может располовинить перила на надежной точке и тем самым запустить нижних чуть пораньше. Это тоже поможет вам работать параллельно. Следующий пункт это ориентирование на маршруте. Очень важный пункт, потому что много восхождений и много людей не могут ходить, потому что ходить быстро или просто в принципе сходить в гору, потому что не умеют ориентироваться на маршруте. Что для этого нужно? Здесь не поможет никакая отработка в городе, чтение книжек и так далее. Здесь нужна только практика, то есть больше ходить в горы. Перед тем, как идти на маршрут, вам нужно найти как можно больше информации о том, куда вы идете. Разные фотографии, статьи, рекомендации, отчеты. Может быть взять консультацию людей, которые там были совсем недавно, потому что чем актуальнее информация, тем лучше. Чем больше информации нашли, тем более объективно вы знаете, куда вы пойдете и с какими трудностями вы там можете столкнуться. подходя к маршруту старайтесь визуально просматривать, где он будет проходить, как туда подойти, где может быть с гребня можно уехать, если вдруг что-то случится, где ключи маршрута. То есть вам обязательно нужно, подходя к маршруту, находить его визуально, привязываться к каким-то характерным точкам, допустим, к большой трещине или к дереву растущему, может быть к отколу, к камину и так далее. То есть вот такие характерные точки помогают всегда найти маршрут. То есть вы смотрите на фотографию, смотрите на рельеф, смотрите, так, большая линия, вот здесь черная, вот здесь она, значит ищем вот где-то справа. И таким образом вы сможете уже чуть лучше ориентироваться. И с разных ракурсов обязательно, потому что подойдя отсюда вы можете просто не увидеть, что находится за углом. У вас подход идет чуть справа, посмотрели, вот все-таки где-то место, где надо стартовать, подошли, полезли. То есть объемное видение как раз будет формироваться, когда вы смотрите с разных ракурсов. Третий пункт, он больше как упражнение для того, чтобы вам научиться понимать, где вы. То есть стараться анализировать, где находитесь на маршруте по схеме. То есть вы лезете так, мы пролезли третью веревку, третью веревку вот здесь и думаете, а дальше что? А где вот этот карниз? Смотрите, а карниза не видно. Задаетесь вопросом, туда ли вы лезете? То есть подобная практика заставит вас тоже чуть лучше думать и ориентироваться на маршруте, понимать, где вы находитесь, куда свернуть сейчас и после какого карниза все-таки нужно траверснуть. И чтобы лучше ориентироваться, нужно стараться ходить больше маршрутов. Если вы ориентируетесь плохо, старайтесь ходить более протяженные маршруты, где все-таки нужно находить, куда идете, где больше рельефа, где больше объем лазания. Грибневые маршруты в этом плане очень удобны, потому что грибневые маршруты зачастую достаточно протяженные. И когда вы идете, вы проходите больший объем рельефа. То есть вам нужно понять, сюда или сюда. Не стремайтесь зайти куда-то за угол, посмотреть, туда ли или туда. Потому что иногда думают, блин, вот вроде там или не там, туда идти не хочу, сюда не хочу. Нет, лучше сделать 20 метров влево, посмотреть все-таки. Да, там обрыв, ребята, разворачиваемся, проходим с другой стороны. Потому что тогда у вас будет как раз-таки тот набор ошибок, благодаря которому вы начнете понимать, что весь рельеф складывается по какой-то системе определенной, по каким-то законам. И он у вас будет откладываться просто в памяти. И видя, что вроде я вот так вот ходил в прошлый раз, и там был обрыв. Посмотрели, ага, да, точно обрыв, все запомнили, туда теперь ходить не будем. И так далее. Соответственно, больший объем практики простых маршрутов с большим объемом рельефа вам позволит начать ориентироваться. Дальше. Команды в связке. Это тоже очень хорошая такая тема, которая зачастую выдает неопытных альпинистов, потому что вы лезете и вы начинаете друг с другом переговариваться. Просто прям реальное общение. И начинается недопонимание, потому что нет привычки говорить одно и то же в необходимых ситуациях. То есть команды должны быть четкими, громкими и однотипными. Потому что если вы привыкли к одному типу команд и слыша где-то далеко, вы будете ее намного легче воспринимать, даже если слышите совсем обрывок. Потому что из-за рельефа, из-за ветра, из-за расстояний очень часто не слышно всю команду, а слышно только половину. Или просто и ты понимаешь, что человек вроде лез, он пролез 40 метров, веревка остановилась 10-15 минут, веревка не двигается и такой наверное он встал на самостраховку. Ну ладно, подождем. Ждем немножко и веревка начала быстро выбираться. Понятно, что человек не ускорился и ему не добавилось пятой скорости. Значит, он встал на самостраховку и начал просто выбирать веревку. Значит, все, он на самостраховке, можно его отстегнуть и пускай выбирает дальше. Однотипность, краткость, четко и громко. еще нужно понимать, что команды должны быть своевременными, то есть в нужных ситуациях определенные команды и понимать, для кого они подаются и для чего. Простой пример, допустим, мы дюльферяем, человек приезжает вниз и подает команду наверх земля. Ты такой стоишь и думаешь, ну, круто, что ты на земле, ты молодец, но мне как бы с этого вообще ни горячо, ни холодно, потому что я жду, пока освободятся перила. Соответственно, ты приехал, встал на землю, не надо кричать, что земля. Ты выстегнул перила, освободил веревку и кричишь свободно. Тогда человек вверху понимает, все, освободилось, я теперь тоже могу ехать вниз. То же самое, если вы едете несколько веревок вниз, вас никто не страхует, вы приезжаете, собрали станцию, встегнулись с самостраховкой, и человек сразу интуитивно, так, я встал на самостраховку, самостраховка, и ты снизу думаешь, я тебя, во-первых, не страховал, тебя никто не страховал в принципе. Кому ты кричишь, что ты на самостраховке? Никому. Я жду, пока освободятся перила. И так далее. Соответственно, надо понимать, для кого вы кричите и зачем. И если вы начнете понимать, для кого, в больших группах иногда команды самого нижнего долетать до самого верхнего, для кого не нужно. И чтобы не путаться, чаще всего кричится сначала имя человека, которому вы хотите это сообщить, а потом команду. Потому что, предположим, вас, четыре человека, две связки, лидер лезет вверх, лезет, 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 в этот же момент лезет третий участник, его страхует четвертый. Третий долазит, лидер долазит, кричит самостраховка, но эту команду слышит четвертый. И он думает, что это крикнул третий человек, потому что на расстоянии по голосу очень сложно понять, кто кричит. Соответственно, ну раз ты на самостраховке, все, я тебя не страхую, а он как бы еще не встал. Соответственно, вы должны кричать имя, кому вы сообщаете, и потом команду, какую хотите сказать. И тогда у вас в голове это все должно отложиться. Есть так, все кричите, что он должен знать. То есть, соответственно, если вы начнете понимать, что человек делает, для кого вы кричите, и в какой момент происходят те или иные операции, и ваш напарник что должен сделать, вы начнете это понимать интуитивно, и возможно, вы даже сможете лазать без команд. Чтобы понимать, кто в какой момент должен что делать, я тоже иногда советую выполнять упражнения, допустим, самое банальное на дюльфере. Есть 4-5 человек, они все стоят на станции, и я говорю, что 4 человека, никто из них ничего не делает без команды, допустим, пятого участника. И пятый участник продумает все действия за всех этих четверых, то есть кто что должен сделать, и по его команде они это делают. Итак, мы прогоняем, чтобы каждый из этих пяти человек побыл, так сказать, одной головой для пяти тел. То есть они выполняют все его упражнения, и тем самым еще очень хорошо развиваются какие-то лидерские качества, если человек учится думать за других, думать, что должен сделать этот, что в этот момент может сделать это. Если добавляется еще временной фактор, то человек начинает раздавать команды, чтобы люди работали параллельно. И то есть ты вяжешь схватывающий, ты просовываешь веревку через дерево, ты связываешь, ты скидываешь, ты маркируешь и так далее. Таким образом один человек понимает операцию за всех пяти, за всю команду. И, соответственно, это можно делать не только на дюльфере, но и на пролазе вверх, на каких-то других упражнениях. Второй пункт про упражнения лазания без команд. То есть люди, допустим, лезут вверх и не подают друг другу вообще никаких команд. То есть ты долазишь до верха, делаешь станцию, стягиваешь самостраховку, начинаешь убирать веревку. Как нижний человек должен понять, что ты на самостраховке? Все по скорости движения веревки, по натяжению, по промежутку времени, в котором веревка не двигается, по тому, сколько она двигается, сколько ушло веревки. То есть, зная, допустим, что протяженность участка 40 метров, у тебя веревка, допустим, 50, ушла половина, ушло 25 метров, человек еще, в принципе, физически не мог долезть. И даже если он стоит, значит, он просто немножко подтупливает и ждет чего-то. Значит, ты как бы все еще его страхуешь, смотришь, осталось ориентировочно метров 10. Ну, значит, где-то должен дойти до станции. Стоит веревка 10-15 минут. Возможно, он это все время собирает станцию. Потом пошла, как я уже говорил, допустим, веревка очень быстро. Значит, он встал на самку, можем его выстегнуть. Что в этот момент делает верхний? То есть он пришел, собрал станцию, начал тянуть, 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 тянет, 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 10 метров прошло, тянет, веревка не идет. Тянет, она все равно не идет. Что произошло? Возможно, оттяжки неправильно поставил. Личный опыт. Вот. То есть, скорее всего, просто он уже тянет человека наверх, который привязан к веревке, собрал страховку, выбрал еще посильнее. Что у нижнего в этот момент? То есть веревка кончилась, его тянет, 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 потом перестало тянуть. Постоял он 2 минуты, его снова начало тянуть резко вверх. Значит, страховка готова, его начинают пожестче выбирать. Следующий, допустим, пример. Когда вы лезете с перилами, вас страхуют двумя веревками, вы лезете, собрали станцию, первым делом что? Выбираете перила. У нижнего человека, который страховал вас двумя веревками. То есть он выдает, идет две веревки, идет, идет, потом опять 10 минут молчания и пошла почему-то резко одна веревка. Ну, понятно, что человек не отвязался и не полез дальше. Значит, он выбирает только одну. Стоит на станции, он на самостраховке. Значит, можно тоже понять, что все отлично, я его выщелкиваю, жду, пока перила будут готовы. Веревка выбралась, вы ее держите, привязана или к станции. То есть веревка закончилась. Все, можете встегнуть жмар и подождать, сколько нужно, допустим, чтобы завязать стриме. Наверное, может быть минута, чтобы организовать перила. То есть это время подождали, нагрузили веревку, вниз она не проседает, не падает, наверное, перила готовы. Подождали, пока у вас выбралась страховка, страховка тоже дернулась, значит, и страховка готова, и перила готовы. Но это подходит именно для отработки, либо уже для тех команд, которые давно сработались, которые знают, что чувак точно стриме, допустим, за две минуты, ну, завяжет. И выберет первым делом не страховку, а обязательно перила. Поэтому, если такое упражнение я даю, то я обязательно должен видеть и верхнего, и нижнего. То есть я могу где-то стоять сбоку, на соседней станции, или на перилах, чтобы я мог быстро либо дюльфернуть, либо зажимарить, либо ретранслировать команды, если вдруг действительно они запутались, не знают, что делать, или, допустим, веревка застряла, как в оттяжке, ты тянешь, она не тянется. То есть чтобы обезопасить, обязательно наблюдающий должен видеть и верхнего, и нижнего. Соответственно, несколько раз это все повторить, вы научитесь лазать без команд и понимать друг друга просто по натяжению веревки и по скорости. движения. Если вдруг совсем без команд не подходит, вы можете взять какой-то прям минимум. Вот, допустим, самостраховка и готово. То есть что готово, вы должны тоже начать понимать сами. Готовый перил, или готова страховка, или что готово. И самостраховка, то есть то, что человек пролез, встал на самку, все, его можно не страховать. То есть, допустим, две команды какой-то минимум тоже научат вас понимать, что если веревка не идет, то она вся. Если человек пролез, постоял, начал быстро тянуть, значит, он на самке, и ему нужно выдать веревку побыстрее и так далее. Плюс это поможет вам, попадая в какие-то нестандартные ситуации, когда слышимость очень плохая, сильный ветер, большое количество изгибов на рельефе, или просто человек тихо кричит. Вы сможете понимать тоже его без команд. Работа каждого на маршруте. Здесь важно задавать себе во время восхождения всегда один и тот же вопрос. Чем я могу помочь всей команде для того, чтобы мы двигались быстрее? То есть задавая этот вопрос, вы сможете немного помогать товарищам и ускорять движение всех. Самый банальный пример. Вы пришли под маршрут. Первым делом вы должны максимально быстро выпустить лидера, чтобы он начал лезть. То есть вся команда должна начать работать на то, чтобы лидер полез как можно быстрее. То есть кто-то перебирает веревку, чтобы она была в должном виде и можно было его начать страховать. Кто-то дает ему снаряжение из своего рюкзака, если он нес, он его. Кто-то забирает у него ботинки и так далее. Кто-то подсказывает ему вот сюда точно, вот сюда не точно и так далее. То есть самое главное выпустить лидера. А уже потом вы можете доодевать кошки, допопить чай, пофотографироваться, пообщаться, глянуть лишний раз в описание. То есть пришли, первым делом выпускаем лидера. То есть тоже легко и просто это делается на Альпсборах. Приходим, под маршрут встали, я достаю телефон и говорю, у вас 10 минут, чтобы начать лезть. Не лезете, мы идем домой. и люди как бы легко и просто успевают выпустить лидера за 7, за 5 минут. Это несложно. А потом уже кто-то надевает кошки и так далее. На станции не стоять без дела. То есть вы прижумарили, прилезли, просто прибежали, может быть, только что. То есть тут станции, вы пешком пришли. И не нужно говорить, что я вот устал, дайте мне 5 минут, сейчас отдышусь. Нет. Вам нужно сделать все, чтобы все дальше могли двигаться. Если вы второй только что прижумарили, да, тяжело, 50 метров прижумарили, да, может быть, у вас был сзади рюкзак, но лидер стоит, ждет, он может быть, уже 10-15 минут ждет, он отдохнул, и он готов лезть дальше. И это время, 2-3 минуты, пока вы не отдышались, нужно сэкономить и его как можно быстрее выпустить. Сняли петлю, отдали ему, перебрали веревку, встегнули в страховочное устройство, все, у вас страховка готова, все, и стоите, дышите. То есть не так, что сейчас, и стоите несколько минут. Нет. То есть первым делом нужно выпускать. Пришли третьим, допустим, второй страхует, и у него там запуталась веревка, сверху орут, выдай, у него запуталась. Распутайте, переберите веревку, то есть наведите порядок на станции, может быть, откройте лишнее раз описание, достаньте чай, чтобы попил второй участник, который страховал, и ему некогда было все это сделать. То есть задавайте себе постоянно один и тот же вопрос. Как вы можете ускорить движение всей связки, всей группы? Тогда вы будете помогать, либо наоборот будут помогать вам. Теперь такой пункт, тема чуть пошире. Есть разные техники передвижения на рельефе, они тоже зависят от многих факторов, от рельефа, типа рельефа, от группы, от количества людей, от навыков физической подготовки и просто от опыта. Самое стандартное это без смены лидера, то есть человек лезет первый, делает перила, либо делает страховку, второй приходит и снова этот же человек будет лезть вверх. То есть в этот момент он отдает ему снаряжение, готовится его страховать и он лезет дальше. В каких случаях это удобно и в каких случаях это нужно делать? Предположим, когда у вас один лидер, который лезет сегодня, который может лезть, может быть он самый опытный, самый сильный и этот маршрут под силу только ему. Соответственно, все остальные лезут либо с верхней, либо жумарят и все. В чем удобство? Удобство в том, что не тратится время на переодевание, то есть когда лидер меняется, это очень затратно по времени. Передача снаряжения, переобувание и так далее. Есть такое правило, допустим, одна гора, один лидер. Или если это многодневные восхождения, один день, один лидер. То есть вот человек с утра зарядился лезть и он лезет. Все остальные заряжаются на лазание с верхней или на жумаринг и так далее. То есть как раз таки вот эта однотипная работа помогает отрабатывать навыки и свою часть деятельности очень хорошо и наращивать тем самым скорость. Вот. То есть без смены лидера. Лидер у нас всегда один. Второе. Одновременное движение. Оно подходит для простого рельефа, допустим, на гребнях. Когда вы идете, просто ставите точки или закладываете за рельеф и двигаетесь. Это достаточно быстрая, безопасная техника, если вы правильно закладываете. Может быть, нужно ставить точки страховки свои, то есть френды, крюча, может быть, за рельеф закладывать. и главный такой момент стараться двигаться по легкому рельефу такой схемой, как можно дальше. Потому что иногда бывает так, что вы вроде вышли на гребень, двигаетесь, двигаетесь, но лидеру показалось, что вот здесь сложно, все собрались. Он такой, раз пролез попеременно, снова все двигались, двигались. Вот эти вот собирания, они всегда будут съедать время, много времени. То есть один-два раза собрались, можете потерять от 30-40 минут и до часу. Пока все соберутся, пока все растянутся, потом соберутся, растянутся. То есть если рельеф позволяет, нужно двигаться как можно дольше одновременно. Для легкого льда это тоже подходит, допустим, не протяженного. То есть лидер идет, крутит буры, щелкиваетесь, идете, идете, пока у лидера есть буры. То есть если это 100, может быть, 150 метров, то есть 10-15 буро взяли, можете идти нормально. Вот. Движение со сменой лидера. Удобная и быстрая схема, но в тех случаях, когда оба могут лезть лидерами, то есть и второй, и первый, и когда это действительно необходимо. То есть не так, что я вот хочу полезть, давай вот будем так лезть. И в итоге это съедает много времени. То есть действительно, когда уровень примерно одинаковый, не так, что вот этот лезет очень хорошо, а этот плохо. То есть когда лезет желтый, лидером вытратите 10 минут на веревку, а когда лезет фиолетовый 30, а хотя веревки вроде по сложности одинаковые. То есть уровень должен быть примерно одинаковый. Либо если вы заранее знаете, что веревки разного уровня, то есть кто-то лезет сложнее, кто-то лезет попроще. Скорость достигается отсутствием передачи снаряжения. То есть вот этот человек фиолетовый лезет, собирает оттяжки, точки, у него сразу есть станция, потому что вот тут была станция, он ее разобрал. Приходит и желтому нужно только переделать страховку из автоблока, допустим, на страховку с нижней. И он может уходить наверх. Если вы знаете заранее или вам удобно сразу страховать таким образом и вы готовы к тому, что если вдруг человек сорвется, вам придется прямо держать его, то можете сразу так заряжать. Удобная схема это для мультипитчей, когда оба человека хотят полазать и уровень позволяет и у того, у другого. Удобная схема для сложного льда, когда нужна действительно более внимательная страховка, нежели вот в этом случае, когда вы стараетесь подстраиваться под скорость друг друга. То есть тут лезет каждый своей скоростью. Собирает однотипное снаряжение, будто оттяжки или буры, приходит, ему ничего не нужно забирать у этого человека, сразу уходит наверх. Удобно, быстро, но оба должны лазать в соответствующем уровне. следующая схема она уже такая одновременного движения для более сложных маршрутов. Есть хорошая интересная статья на риске, она называется «Как превратить жизнь второго в ад?» Почему? Сейчас я вам объясню. лидер здесь не меняется в принципе, то есть он лезет все время, лезет, ИТОшит, неважно, то есть тут уже эта схема подходит даже для самых сложных маршрутов, для сложных стенок, где ИТО, может быть, лазни и так далее. Нижний все время жумарит. Помимо того, что он жумарит, он еще должен успевать страховать. Вот видите, у него вот здесь вот гри-гри. Ногой закрыл, но оно есть. Тут не все видно, да? Вот там гри-гри. Вот. Помимо того, что он жумарит и страхует, то есть он должен следить за провисом, чтобы был небольшой провис, вдруг фиолетовый дернется, то есть будет большая зацепка или прыжок, или просто выйдет на легкий рельеф и побежит. Он должен успеть ему выдать, то есть остановиться, бросить вообще все, кроме жумаров, потому что они на самострахованы, значит можно бросить жумары и выдать ему. Помимо того, что он жумарит, следит за провисом, он еще должен снимать точки. А если вы лезете в двойки, то вот здесь еще рюкзак есть. Вот тут рюкзак такой. А если вы лезете большой маршрут, то вот здесь рюкзак, а вот тут еще бау болтается. А если вот этот еще не умеет нормально организовать перила, то желтого из стороны в сторону болтает вместе с баулом, с рюкзаком, со страховкой, которая вот здесь постоянно путается. И еще нужно успевать жумарить. Поэтому статья вполне обоснованно называется «Как превратить жизнь второго в ад?» Придумали схему не так уж давно, но все спортсмены на техническом, на больших горах, техническом классе, высотно-техническом им пользуются. В чем плюсы? Плюсов очень много. Во-первых, оба работают одновременно. То есть никто не стоит, никто не мерзнет. Работа все время идет, идет, идет. Они двигаются, стараются двигаться, если все делать правильно, со скоростью лидера. Его никто не должен тормозить. Если он лезет, значит, ты должен жумарить быстрее. Если он это лошадь, значит, можешь понемножку жумарить. Вы никогда не собираетесь всей группой на одной станции. Это огромный плюс, потому что когда вы собираетесь на одной станции, хоть вероятность маленькая, но она есть, что что-то здесь может пойти не так. И тогда что-то пойдет не так. здесь вы не собираетесь на одной станции, между вами всегда много точек и как минимум одна, как максимум две станции, потому что вот он долезет, здесь соберет еще одну станцию. В чем вообще смысл? То есть фиолетовый долазит, делает станцию, выбирает перильную, свободную. теперь мне нужно начать рисовать. Выдвинь. То есть участки будут R0, сколько-то мы метров. Если вы пролезете больше, вы молодец, но вы накосячили. Это будет не очень удобно нижнему. Сейчас объясню, почему. Прилазили, прилезли на R1, выбрали 30 метров, потому что у вас веревки шестьдесятки, и она вот такой соплей у вас здесь висит. закрепили и начинаете двигаться дальше. Собственно, этот провис идет вместе с вами, куда вы идете. Но у вас есть еще вторая веревка, которая страхует вас черный и жумарит. Собственно, как там все нарисовано. В чем смысл? То есть вы пролезли 30 метров, выбрали, красный у вас 30, страхует вас по черной веревке. Вы ставите точки, он жумарит по красной, у вас есть 30 метров запаса красной веревки. Вы пролазите, и черный должен успеть прожумарить 30 метров, пока вы не пролезли 30 метров. В противном случае, если вы пролезли не 30, а 40 метров, то запаса красной у вас осталось 20 метров. То есть черному теперь нужно успеть прожумарить 40 метров, пока вы лезете 20. Это уже сложнее. И тогда вы просто пролезете 20 метров и будете ждать, пока чувак, болтающийся на перилах, снимающий точки, страхующий вас тягающий баул и несящий рюкзак еще дожумарить, высунув язык на плечо. А вы будете кричать давай быстрее, мне холодно и так далее. А ошибка была ваша. Вам не нужно делать станции через 40, через 50 метров. Вам нужно делать их через 30, через 25 метров. Тогда все будет нормально. Схема называется динамическая плюс статическая веревка. жумарить по статике все знаете намного проще, потому что она не вытягивается и не приседает. Соответственно, любые ваши движения, они имеют большую эффективность. Но лидер не может страховаться статикой, соответственно, он всегда страхуется только черный. И пока вы жумарите, то есть он постоянно тянет через все трение, тянет, тянет, во-первых, ему тяжелее. Во втором случае такого нет, потому что там он все лкнул только в станцию и в следующей точке. К нему мы сейчас вернемся. И еще большой минус. Допустим, у нас лидер пролез, собрал станцию, хочет закрепить веревку, но красную он уже не может закрепить, потому что если вы придете на эту станцию, начнете жумарить по красной, отстегнувшись от этой станции, вы полетите, будете болтаться, черная веревка, которая здесь идет вщелкнута, обязательно дернет лидера и так далее. поэтому при косых нависающих стенках, рельефах используется техника динамическая плюс динамическая веревка. И перильная и страховочная постоянно меняются. Вот видите, здесь он жумарит по синий, она просто выбрана, висит соплей, здесь она зафиксирована. То есть у него есть сейчас запас 30 метров, ну сколько-то он уже пролез, а жумарит он по синий и страхует его красный, красный щелкнуто в станцию. То есть если что-то случается, он повисает на этой точке, на этой станции, а он жумарит на синий. То есть а в данном случае, когда он соберет станцию и нижний захочет начать жумарить на красный, его очень сильно маятнет. То есть практически на всех восхождениях мы используем динамическую плюс динамическую веревку. Единственный минус, что жизнь второго превращается в еще больше ад, потому что он постоянно чуть-чуть где-то динамит. Но если научиться жумарить на динамике, то это не представляет больших трудностей. То есть вы несколько первых шагов просто ее вытягиваете, вытягиваете, а потом без особых рывков начинаете плавно жумарить, страховать, тянуть баул, тянуть рюкзак и точки снимать. А лидер просто лезет и получает удовольствие. То есть здесь действительно очень большую работу делает именно второй, чтобы вы понимали. передвижение. То есть это что касаемо техник передвижения. То есть они разные, под разный рельеф, под разные группы, подготовленные, более опытные, менее опытные и так далее. передача точек. То есть он лидер меньше, 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 меньше. Повторяю. Да, совершенно верно. Как передавать точки? Ну, как я показал, не получится. Подкинуть у тебя тоже на 30 метров не очень. Передается это по свободно болтающейся веревке, то есть нижний дожумаривает до станции, собирает все точки на петельку и кричит «Я готов передать точки». Если ты свободен, если ты ничем не занят, ничего интересного у тебя не происходит, я могу тебе подвязать. Да, я тут сижу, ничего не делаю, могу точки взять. Выбираешь вот эту всю синюю и ему подвязываешь. Обязательно эти веревки должны быть одинаковой длины, иначе вы где-нибудь прокосячитесь, соберете не там станцию, кому-то не хватит, может быть выбрать точки не хватит, если этот убежит. Техника подходит не только для сложного ИТО, но и для свободного лазания. То есть единственный вопрос вот этого подгонять, чтобы он жумарил быстрее. Вот. То есть если он вылезет больше наполовину, он точно не сможет приезжать? Если такое вдруг случится, и у него кончатся точки, то он просто должен успеть собрать станцию, закрепить перилы и подождать, пока вот этот дожумарит сколько-то метров и отдаст точки, чтобы веревке было чуть длиннее. Вот так, да, то есть если он лезет слишком далеко, этот не успеет допустим дожумарить или освободить веревку, то он не сможет передать точки. Но в данных схемах нужно брать всегда полуторный набор, потому что у тебя остается где-то здесь станция, и остается здесь станция и еще точки. То есть этот примерно пролезет еще половину, а нижний успеет дожумарить и сможет передать ему точки. Освободит синюю веревку и она всей шестидесяткой сможет уйти к нему наверх при необходимости. вот это что касаемо тактик передвижения. Следующее современное и легкое снаряжение. Мы не дописали, помимо того, что оно легкое, оно должно быть еще удобным. Это небольшой синоним современного снаряжения. Для чего это все делается? Есть очень хорошая классная статья Саши Парфенова, опытного альпиниста. Достаточно щепетильного, дотошного в таких мелочах и в этом плане он очень действительно крут. Мастер спорта, чемпион и много у него хороших сильных восхождений. Он написал статью облегчение веса снаряжения для альпинистских восхождений. Это официальное название, вы можете ее найти в интернете. Там чуть более подробно написаны все выводы, тезисы, утверждения, доказательства. Я выбрал совсем немножко. Зачем нужно облегчать снаряжение? Чем оно легче, тем меньше вы веса с собой берете. Это в принципе понятно. Чем оно современнее, тем удобнее вам с ним работать. То есть оно отвечает большим потребностям. Допустим, цветные френды, цветные карабины, закладки, тонкие петельки из дейнэма вместо нейлона, таких толстых, похожих на канат, из которых вы с трудом можете собирать плавающие станции и так далее. Три петли собрал, и оно здесь висит, и это неудобно. Облегчаете вес, значит, вместо 10 кг вы берете 7, и еще можете взять что-то нужное, дополнительную пуховочку или пол-литра воды на сутки. Пол-литра воды всего. В предыдущий раз вообще нельзя было брать воду. Получить удовольствие от восхождения со штурмовыми рюками, а не с баулом 30 кг. то есть действительно вы можете взять очень хорошее, очень легкое снаряжение и сэкономить вес, и идти легче, быстрее, уменьшить вашу группу вместо 6 человек, это могут унести уже 3 и так далее. А как? То есть сокращение количества снаряжения, то есть вы берете не 20 френдов, а вы стали чуть более опытные, понимаете, что мне 20 френдов не надо, я обойдусь 19, например, и тогда у вас просто меньше на один френд. Приобретение более дорогого легкого снаряжения, это то, что само по себе напрашивается, все снаряжение постоянно модернизируется, запретается новое, облегчается, улучшается и так далее, естественно, оно становится дороже, но если вы хотите ходить надежнее, если вы хотите иметь легкое снаряжение, вам в любом случае придется раскошелиться. И снижать вес снаряжения за счет перехода на более прогрессивные техники. Это вот то, что я говорил в предыдущих слайдах. Если вы начинаете, допустим, ходить одновременно, то есть вам нужно чуть меньше станции, меньше, может быть, точек страховки. Если вы ходите одновременно, как по той схеме, где второму не очень приятно, то тоже вы лезете не попеременно на много метров веревки, а одновременно чуть меньше можете брать с собой снаряжение. То есть разные техники предполагают разное количество снаряжения. Если вы знаете, что у вас снаряжения не очень много или вы в принципе не хотите брать, можно подобрать нужную технику. Или у вас нет допустим четырех инструментов ледовых, а вы идете на лед, соответственно что делать? Иначе нижний может просто вас жумарить, а лезет только первый и так далее. То есть разные техники могут экономить либо наоборот увеличивать снаряжение. Собственно быстрое лазание и предварительная подготовка. Несмотря на то, что я сказал, если вы будете быстро шевелить руками и ногами, вы быстрее лазать не будете, это не значит, что вам не нужно тренироваться быстро лазать. Как собственно это можно и нужно делать? Ну вот во втором пункте написано скорость лазания больше, быстрее лазать, повышать уровень сайта. Обязательно лазайте на скалах как можно больше, потому что анализировать рельеф, находить зацепки, находить разные пути решения с тем количеством того, что вы увидели, вы сможете только на естественном рельефе. Понятно, что основную часть времени люди живут в городе и тренировки на скалодроме держат вас в тонусе, но если есть возможность, обязательно нужно выезжать на естественный рельеф, потому что только там вы сможете начать привыкать. Там другое трение, там другие условия, там по-другому работают голова, глаза, руки, ноги, в принципе там все по-другому. Поэтому чем больше вы лазаете на скалах, тем лучше. Повышать уровень ансайта. Почему? Потому что когда вы лезете на ансайт, ваша голова работает очень активно, то есть вы прям стараетесь искать все, что можно использовать, все, что можно под руки, под ноги, и это все в стрессе, то есть у вас устают руки, забиваются мышцы, при этом еще надо заставлять голову что-то искать, то есть это прям вообще как так, я вешу на двух пальцах, а мне надо что-то найти, куда-то поставить. Чем больше этого будет, тем лучше. Ансайт как раз дает эту возможность, потому что в горах практически всегда, какой бы вы маршрут не лезли, вы будете лезть на ансайт. Вам никто не даст описание по зацепам на 300-400 метров скалы, потому что там просто совершенно другой рельеф. Отойдете за угол, так там лежачка, все, пошли там. Скорость лазания. Когда вы будете много лазать, будете повышать категорию, у вас в любом случае будет потолок физических возможностей. И если вы будете повышать категорию, будет так, что вы будете упираться в потолок. Допустим, пролезть 50 перехватов с 15 оттяжками за 7 минут вы не сможете, а за 5 сможете, потому что вы меньше забьетесь, вы сделаете более четкие движения, и это вас автоматически заставит экономить силы и лазать быстрее. Соответственно, вы начнете быстрее двигаться на естественном рельефе, на скалдроме и так далее. Поэтому лазать больше, быстрее и повышать уровень ансайта. важный фактор, хоть я его первым и не назвал, но он основной, это скорость принятия решений. То есть вся общая скорость складывается именно из того, как быстро вы сможете принять решение, куда лезть, какие точки ставить, где находится то снаряжение, которое им не нужно, какой тактикой лезть. А может быть вот здесь начнем одновременно. Значит, я просто собираю прям тут станцию, зову ребят и мы идем одновременно. Или это сделать через 10 метров, потому что там удобнее полка и все будут удобнее там быстрее одеваться, маркировать веревки и так далее. То есть вот эти все решения, чем быстрее вы начнете их принимать, тем быстрее начнет расти ваша скорость. И это можно сделать тоже только на естественном рельефе, потому что очень сложно смоделировать те ситуации, которые случаются и встречаются вам на маршруте в горах в каких-то домашних условиях. То есть соревнования, они стараются к этому прийти на скалах или связки в зале, но полностью охватить этого не получится. Поэтому опять-таки надо ездить на скалы, в горы и ходить больше маршрутов легкой, средней, сложнее категории и так далее. Физическая и психологическая подготовка. Физическая, понятно, это ваши тренировки. Это зал, бег, это может быть лазание с инструментами и так далее. Психологическая это ваша готовность, это ваш опыт, потому что когда вы идете в первый раз, во второй вы не так понимаете, что с вами случится, как если вы идете в десятый раз. Мне, допустим, всегда намного легче идти второй раз в район, потому что я знаю, что где находится, я знаю, сколько нужно дойти до лагеря, я знаю, где находится та гора, я знаю, где подход сюда. То есть это психологическая подготовка. Когда вы идете в неизвестность, вам сложно. Когда вы идете туда, где вы знали, знаете что-то, вам проще. И чем больше опыта разного, тем легче вы адаптируетесь к чему-то новому. Отрабатывать навык перехода слаза на ИТО. Но перед этим хотелось бы сказать, что в принципе, прежде чем идти в горы, идти на маршрут, у вас должны быть достаточно большой набор необходимых навыков. то есть вы должны не только уметь лазать и страховать, вы должны уметь собирать станции, анализировать рельеф. Если это более сложные маршруты или зима, то обязательно там будет холодовая усталость у организма. К этому тоже нужно привыкать, и это можно тренировать. Если это посложнее маршруты, там может вам встретиться ИТО. Если это какой-то лазовый маршрут, вам в любом случае придется лезть что-то со своими точками, может быть это будет сложное. Если это микс, то естественно нужен будет драйтулинг и так далее. То есть как раз таки вот эту всю подготовку можно проходить в рамках соревнований, фестивалей, курсов, тренировок и так далее. И в общей сложности вам нужно развивать все эти направления желательно по отдельности, потому что вкупе вы можете прийти в лагерь на сборы, сходить в маршрут и у вас каждый из этих направлений понемножку будет развиваться. То есть сюда, сюда, сюда. Но чтобы развить допустим резко ИТО, вам в любом случае нужно съездить с друзьями, старшими товарищами или к инструкторам, к тренерам, к спортсменам на занятия по передвижению на искусственных точках опоры. Если вы хотите лучше лазать треты, чтобы вот эта сфера у вас начала развиваться, вам нужно лазать трет и так далее. То есть dry tooling значит нужно позаниматься ледолазанием, может быть съездить в район, где много микста и вы можете полазать с инструментами и так далее. То есть если зима, если предполагаются какие-то у вас старты зимой, то обязательно нужно тренироваться зимой. То есть не получится так, что вы тренируетесь в зале, потом поехали зимой в горы и стало все хорошо и вы не мерзнете, вас не смущает снег и не смущает то, что нужно лезть в кошках или ботинках. Если вам предстоит допустим зимний чемпионат в Дагестане, то не обязательно ехать в теплую страну и лазать там тред. То есть нужно идти на скалы и морозиться. И так далее. Я включил здесь еще связки, потому что есть соревнования с определенным форматом, где тоже предполагаются форматы связки, он так и называется. Если у вас впереди такие соревнования, то нет необходимости лазать ИТО или драйтулинг. вам нужно тренировать отрабатывать взаимодействие между напарниками, качать маятники, быстро страховать, быстро дюльфирять и так далее. Если у вас впереди формат лазания тред, как допустим на чемпионате в скальном классе был в Красноярске, то нужно тренировать именно тред. Если это технический класс, не обязательно вам лазать 7С, 8А, вам нужно лазать уверенно 6Б, 6С, но на большие промежутки, на большие расстояния, то есть 200, 300, 500, 600 метров, чтобы вы могли за день пролезть. Отрабатывать навык перехода с лазанием на ИТО и обратно. Это уже касается более сложных маршрутов, где в любом случае будет ИТО. И чем больше вы пролезете лазанием, тем быстрее вы пройдете этот участок. Если вы начнете ИТОшить на первых 5 метрах и продолжите всю следующую веревку или весь маршрут, это будет намного дольше. Соответственно, нужно как можно больше пролезть лазанием, про ИТОшу, и как можно быстрее выйти опять на лазание. Этот навык специфичный, потому что ИТО не предполагает таких больших физических нагрузок, как лазание. И ты вроде встал на ИТО, и тебе комфортно. Ты ставишь железки, передвигаешь их, встаешь на лесенке, снова туда-сюда, и тебе уже психологически сложнее перейти обратно на лазание, потому что ты уже не так себя надежно чувствуешь, ты уже до этого устал, а тут все надежно и хорошо, и, так сказать, в зоне комфортно встал. Чтобы это все тренировать, есть определенные курсы по отработке специфических навыков и развивающие определенные, чтобы потом в сумме вас сделать универсальным. Солдатом. Есть хорошая статья у Кирилла Белоцерковского, 11 мест, где учиться после Альплагеря. Он так и называется на сайте лагеря Туэксу. Он приводит там хорошие примеры почему, зачем и куда. То есть где проводятся примерные даты, стоимости и так далее. То есть там можно это тоже посмотреть, потому что курсы эти актуальны, и они действительно повышают навыки. Собственно, когда я рассказывал про себя, мне очень сильно помогли эти курсы, потому что у нас негде было это тренировать, не у кого было учиться, и мне пришлось поехать в другие регионы, чтобы поучиться у ребят. И уровень действительно растет. То есть если вы едете на курсы по ИТО, вы начинаете доверять точкам, вы хорошо анализируете рельеф, куда их поставить, вы в принципе учитесь передвигаться на ИТО. По-моему, чтобы лазать сложной категории трэдом, тоже можно поехать в какой-то трэдовый район или к людям, чтобы они вас научили и ваш уровень вырос и вам стало проще лазать. То же самое связано и с какими-то другими курсами. То есть не обязательно что-то связанное с лазанием или спортивным. То есть хотите научиться оказывать первую медицинскую помощь, сходите на курсы. Хотите научиться определять лавинную безопасность, опасность, сходите на курсы. Потому что там опытные люди могут вам популярно, легко и просто рассказать, как это все анализировать, в каких случаях что нужно делать. Тактика. Тактика зависит от ваших ресурсов, какие они у вас есть. Что вообще представляет себе ресурс? Это как человеческий временной ресурс, так и какое снаряжение у вас есть. Потому что, как я привел один пример, если вы пришли на подлет, у вас только два инструмента, что делать? Лидер лезет с инструментами, все остальные жумарят. Вам нужно пройти стенку. Иногда это делается нарочно, потому что не хочется брать лишний килограмм железок, и тогда один лезет, остальные жумарят. Сколько у вас человек тоже очень важно, потому что если вы вдвоем, то на второго возлагается большая работа. вы втроем, то для того, чтобы лидер лез быстро, можно освободить второго от груза. и тогда двойка будет двигаться очень быстро, а третий уже потихонечку своим темпом будет тягать баул и может быть радоваться. Может нет, все баул будет большой. Вот. И подбор подходящей тактики, исходя из существующих факторов. Что в принципе можно понять под этими факторами? Это состояние маршрута, то есть зимой и летом один и тот же маршрут может быть совершенно разным. Летом сегодня и летом завтра один и тот же маршрут может быть совершенно разным, потому что просто пройдет дождь или погода сильно испортится и просто другой маршрут. Специфика маршрута. Надо понимать, что бывают скальные маршруты, бывают лозовые маршруты, бывают этулошные, ледовые, миксовые и так далее. То есть эту специфику тоже важно учитывать, потому что если вы идете на скальный маршрут, естественно, вам не нужны никакие буры, кошки и так далее. Но если вы идете на скальный маршрут, где вверху может быть снег, вам в любом случае придется взять что-то ледовое или снежное, чтобы пройти это как-то, и, соответственно, тактика ваша будет совершенно другая. Ну и погодные условия, потому что, смотря погоду, понимая, что может вдруг с вами случиться, а восхождение, допустим, многодневное, вам нужно брать с собой какой-то запас. Допустим, может быть, запас газа или запас еды, или запасное снаряжение и так далее. И, может быть, идете на лазательный маршрут, и вообще, в принципе, там никто никогда в жизни не итушил, но маршрут вы предполагаете, что будете идти два дня. И по погоде он непонятно, испортится, не испортится, тогда лучше все-таки взять с собой что-то итушное, чтобы вдруг, если что, погода испортится, а вам нужно кровь из носу долезть до верха, ну, проитушить. Либо опять взять побольше еды, посидеть в палатке, карты раскинуть. Вот. И еще факторы существующие. Можно отнести, наверное, правила, правила, по которым вам нужно ходить. Это правила соревнований, потому что иногда они вводят в определенные рамки, чтобы вы вот так и ходили. Допустим, пример осенью. Да, это была осень. Был чемпионат Севастополя по альпинизму и там. Был такой формат, что лезть нужно было мультипитчей, лезть 4 часа. Много мультипитчей, времени мало. И за чистое прохождение было больше баллов. Естественно, мы полезли чисто, чтобы было быстрее. И лезли со сменой лидера. То есть у обоих участников был неплохой уровень лазанья. То есть первый мог лезть, второй приходить, сразу уходить и так далее. То есть мы подобрали вот такую тактику. То есть лезть лазанем, оба человека лезут и со сменой лидера. Если бы соревнования не давали больше баллов за чистое прохождение, и можно было бы, допустим, жумарить, то быстрее было бы жумарить нижнему, а верхнему потом просто отдохнувшим убегать. То есть в схеме, в которой лезли мы, получалось так, что лидер пролазит 30 метров, нижний лезет с верхней 30 метров, и потом еще с нижней 30 метров. То есть он за раз, по сути, без отдыха пролазил 60 метров. И как бы вроде кажется, ну что там, 60 метров. А когда ты раз, два, три, и в течение четырех часов ты залазишь в семь мультипитчей, ты уже так задумываешься, что-то я подустал. Вот. И это тактика. Допустим, на чемпионате России в Дагестане, который проходил, было разрешено лезть с 7 утра до 5 вечера, потому что световой день короткий. То есть солнце встало, лезем, солнце село, не лезем. Но стартовать можно было в любое время. То есть ты можешь в 7 утра стартануть, можешь в 12, можешь без 10 5 стартануть, пролезть, 2 метра остановиться. Вот. И получилось так, что первый маршрут, который мы лезли, мы стартанули сразу же с утра и весь день лезли, потом переночевали, лезли, переночевали, лезли, лезли. Пролезли, спустились, все нормально. Но на второй маршрут мы поняли, что удобнее стартануть в обед, пролезть по теплу, допустим, небольшое количество веревок, 3-4. Спуститься это никак не судилось. То есть не обязательно было ночевать на стенке. Важно было, сколько веревок ты с собой взял, столько уносишь. То есть не вариант был провесить 10 веревок, спускаться каждый раз ночевать. То есть мы пролезли после обеда по теплым скалам, по светлу. Четыре веревки остановились, спустились вниз, поспали. На следующий день зажумарили, в 7 утра стартанули. То есть в чем был выигрыш? Во-первых, мы спали в палатке, в большой, просторный, не на горе, потому что там чаще всего спать не очень удобно. Лезли первые четыре веревки по хорошим скалам, по теплым, посвященным. Соответственно, скорость была намного выше, потому что лез я в ботинках, руками, и это было действительно комфортно. И тактику мы действительно выбрали хорошую, потому что по результатам рейтинг у маршрутов был одинаковый, но второй маршрут мы сходили на 10 часов быстрее. То есть предыдущий маршрут мы как бы лезли утром, по холоду было медленное, уставшее такое движение, холодные скалы, и пока солнце там не вышло, все не обогрело, скорость у нас не увеличилась. А здесь мы сразу же стартанули, и скорость была высокая, была комфортная. И плюс мы отдохнули еще в палатке нормально. То есть это тоже вопрос тактики, исходя из существующих факторов. То есть правила так разрешают, значит так можно сделать. По ресурсам у нас есть 4 веревки, то есть мы можем, допустим, провесить 4. 5 мы не можем провесить, потому что мы провесим 5, а потом на дюльфе родной веревки не хватит, и не спуститься уже вниз. Это что касаемо тактики, исходя из ресурсов и факторов. О чем важно помнить? То есть это действительно какие-то моменты, о которых нужно помнить, они важны, но они не подходят ни в одну из групп. Во-первых, такой совет, что не нужно применять неотработанные техники на соревнованиях. Это лучше всегда, ну и снаряжение, которое вы только купили, не пробовали его в деле, не стоит тащить на какие-то зачетные восхождения или просто на учебные восхождения. Обязательно нужно это все попробовать отработать внизу, на учебных скалах, может быть в зале и так далее. Чтобы понять, как это работает, какие есть подводные камни, где удобно, где неудобно, а может быть вообще в принципе это брать и не стоит. И если еще у вас нет договоренности между участниками, может произойти недопонимание, которое в лучшем случае просто съест время, а в худшем может повлечь какие-то непонятные последствия. Наблюдатель. То есть если вы наблюдатель, корректировщик, если вы идете маршруты, ну действительно сложные, на соревнованиях, и есть возможность кого-то оставить внизу, или есть специально обученный человек, который не любит ходить в горы, но любит находиться рядом с ними, то он может выступать наблюдателем. В чем плюсы? Во-первых, он видит, что с вами происходит. То есть если даже с вами что-то случилось, и вы не уходите на связь, он может на вас посмотреть и сделать вывод. Либо все хорошо, либо все плохо, если вы не двигаетесь там уже сколько-то дней. Вот. Если вы где-то заблудились, он может вас направить. То есть опять тоже посмотреть и сказать, чуваки, вы полезли вообще не туда, там обрыв, лава, медведь, дракон, уходите оттуда, уходите. Скажет, вот там хороший рельеф, здесь положняк, или вот там трещина, под которую вы хотите. Нам так очень сильно помогли на, опять-таки, соревнованиях в Дагестане. Мы, исходя из ресурсов, взяли с собой не платформу, а взяли палатку, и, соответственно, надо было лезть прям по полочкам. То есть до полки долазить, чтобы где-то спать. Не на веревке висеть, а спать на полке в палатке. И мы хорошо лезли, хорошо ускорились, и я прихожу на полку, где надо ночевать, смотрю на время, а время час дня. Я думаю, блин, что делать? Провезти еще 4 веревки и спуститься поспать? Мы лезем намного быстрее. То есть осталось еще 4 часа. И я, естественно, спрашиваю у нашего наблюдателя, говорю, вот, что делать? Он говорит, давайте попробуйте долезть до следующей ночевки. Я говорю, тогда нужно прям сильно нас направлять. Вот прям мы пролезем 4 веревки, вы нам скажите, сколько еще осталось до этого ориентировочно по расстоянию, чтобы мы понимали, дергаться или не дергаться туда. Естественно, мы пролезли, он говорит, что все нормально, давайте, пробуйте, успейте. Ну и, собственно, до окончания контрольного времени 5 минут я выхожу на эту полку и спокойно выдыхаю. Потому что, если бы я на нее не вышел, то либо пошло контрольное время, либо пришлось ночевать, где-то сидя в висе друг на друге или так далее, на баулах. Это было бы неудобно. Мы бы замерзли, мы бы не отдохнули, следующий день бы пошел намного медленнее. И, собственно, так вот. И наблюдать в этом плане очень сильно помог. Это наш тренер Валерий Викторович, он смотрел за нами и говорил, давайте. Вот. Рация. Когда я говорил про команды и говорил, что они должны быть однотипны, и вам надо научиться понимать друг друга практически без слов, это совершенно верно. но если будут возникать какие-то нестандартные, нештатные ситуации, и вам будет непонятно, что сделает в этот момент напарник или что нужно сделать вам, чтобы было всем удобно, вам понадобится как-то друг с другом общаться, переговариваться, кричать. Кричать очень неудобно на расстоянии. Это прям сильно съедает время. Если вы еще не поймете друг друга, то это вообще будет полный бардак. Рация в этом плане очень сильно помогает. Но без умения не засорять эфир, не говорить четко по делу, вы будете просто общаться друг с другом по рации, говорить, Вась, тут такая щель, блин, устал очень сильно, пролез, ну, там точку поставил, френд не очень удобно стоит, но если снизу поддемешь, там нормально. Он говорит, о, да, да, ты там как-нибудь пометил, щелкнул, не щелкнул, то тут перил я. Вот этого вообще не должно быть в разговоре. Если еще у вас есть наблюдатель, он такой, вот, да, парни, красава, френд, ну, да, вижу, плохо стоит, но нормально. То есть этого не должно быть. Если вы не научитесь лазать с минимум команд, тогда у вас будет бардак. Но рации вам помогут, если что-то случилось не то, если у вас есть еще наблюдатель, который скажет, ребята, налево, блин, влево, что-то нависание. А, тогда не налево, тогда направо. Вот. И скажут, вот вам до ночевки там полторы веревки, бегите давайте, а то спать будете. Плохо. Вот. А, ну и можно еще сказать, что мы идем варим борщ. Варите борщ, пожалуйста. Так было. Всегда приходили, и борщ был очень теплый, горячий, вкусный. Вот. Что, что, что еще. А, да, последний слайд. Хотел еще вам рассказать один пример по поводу тактики и какого-то современного современной тенденции. Сейчас достаточно модно, и даже на заочных соревнованиях есть за это дополнительные баллы, лазать в малых группах. В 1980, ну то есть это не значит, что это быстро. Вот вам наглядный пример. Вот в 1985 году команда Красноярска под руководством Валерия Викторовича Болезнина из шести человек участвовала тоже в очном чемпионате, проходила на коре заминка РОР, лезли они маршрут Капитанова 5-Б, и лидер, ну, Валерий Викторович был первым, он вылез на вершину, на плата в 17.50, ну и, естественно, внизу еще оставалось пять человек, потому что команда из шести человек. И в 18.05, то есть через 15 минут, последний человек, пятый, уже стоял на вершине. То есть за 15 минут пять человек с нижних станций оказались наверху. То есть это вот прям наглядный пример быстрого, хорошего взаимодействия. И, может быть, он был бы не совсем объективным, если бы его нельзя было сравнить с теми связками, кто ходил после них. На этом же, на этой же горе потом проводился еще несколько раз чемпионат в 2011 и 2012 году. тот же самый маршрут в 2011 году ходили связка Цыганков-Власенко, и они не побили общее время, то есть от старта до финиша тех ребят, которые сходили тогда. И в 2012 году точно так же ходила двойка, двойка или больше людей, Темирев-Терехин, и они тоже не смогли пройти быстрее этот маршрут, хотя их было меньше намного. То есть это наглядный пример того, что при хорошем и грамотном взаимодействии даже большая группа может быстро двигаться. И это безопаснее, потому что вес распределяется равномернее, и когда что-то случается в двойке, то это не самоспасаемая группа, то есть один человек спасти второго может с малой долей вероятности, он может вызвать кого-то и дельфернуть, может быть приспуститься, но спасти достаточно сложно. А группа из шести человек вполне себе такая хорошая группа и надежная. Вот, что бы я хотел, наверное, сказать в конце. То есть для чего все я рассказывал, какая была идея, и почему мне захотелось этим поделиться, с этой темой как бы быстролазать соревнованиям, личным опытом, чтобы вы поняли, что участие в соревнованиях это как бы в принципе соревнования в альпинизме это не цель сходить быстрее, кого-то победить, залезть куда-то, это цель получить опыт у спортсменов, посмотреть, как вы будете действовать. То есть соревнования для меня в первую очередь это обмен опытом, с людьми, с самим собой, приобретение нового, потому что ты себя заставляешь действовать в каких-то средствовых ситуациях, работать на максимум, который, наверное, в свободное время бы ты и не стал, потому что сходили мы в Дагестане первую шестерку на соревнованиях, спускаемся и такие обсуждаем, что дальше, неужто вторую лезть, вообще не, наверное, не полезем, сейчас придем, скажем, что мы и так молодцы, нам этого хватит, понимаем, что мы в принципе очень-очень сильно устали, приходим, отдыхаем и через день-два лезем в вторую шестерку. То есть в принципе зимой сходить две шестерки за неделю это достаточно сложно. В рамках соревнований ты мобилизируешь свои силы и не то чтобы заставляешь, ты хочешь показать для самого себя какой-то максимальный результат. И хотелось бы, чтобы вы к соревнованиям относились как-то похожим образом, что нельзя мыслить в альпинизме категории быстрее, выше, сильнее. То есть здесь все-таки немножко все иначе. это делается для может быть для удовольствия, для обмена опыта. Последний слайд. Спасибо за внимание. Спасибо Анне Александронец. Это один из авторов книжки, которой говорили в начале. Собственно, она сделала эти все забавные иллюстрации. сейчас, наверное, можно что-нибудь спросить, если есть желание что-то спросить. Да, да. Есть ли у тебя такие маршруты, которые ты подошел, посмотрел или читал и понял, что в техническом или физическом плане ты их не близишь? или ты уже достиг вершины и понимаешь, что в принципе ты все выгляжешь? Да. Ты имеешь в виду, прочитал смысл, посмотрел описание, фотографии? смотрел, подошел, такой, типа, да, классный, потом посмотрел, блин, я не вылезу здесь, или там, ну, я не смогу, там, а он очень длинный. Да, да, очень много, да, таких маршрутов, и так смотришь, и думаешь, как это люди могли делать, это же жесть. Да, их много, их вообще, их целая куча, то есть, мне кажется, то, что вот, ну, я хожу, это какое-то такое сложное, штатное, а что-то сложное и не штатное, ты так смотришь, думаешь, вот так, сюда, сюда, сколько же тут лезть, ты вот так вот как бы смотришь, смотришь, и да, таких маршрутов много. Для многих почему-то команд критерий это кто поехал. Да, у нас так, вот, собственно, в Дагестан так забавно получилось, то есть, мы с напарниками, с кем поехали, одного я первый раз увидел в аэропорту уже, когда мы полетели, а второго, славу, мы один раз полазали на столбах в Красноярске и послезавтра полетели на соревнования. А вообще, надо исходить из, ну, то есть, ты постепенно лазаешь, лазаешь, ходишь маршруты, ну, естественно, когда ты ходишь в группе, ты ходишь там, четвером, втроем, в пятером, потом у тебя есть для выполнения норматива на второй разряд маршруты в двойке, ты как бы все это мягко так прощупываешь, что комфортно ли тебе вдвоем ходить или комфорт тебе втроем. А вот, допустим, сходили мы тройку в пятером, что-то как-то не очень, а сходили в пятером двойку, но двойку более-менее нормально. Потом ты сходил, допустим, четверку, вас тоже было двое, и думаешь, блин, круто, быстро, но тяжело. Сходил четверку втроем, и думаешь, а вот это вот интереснее. То есть не так сложно, вроде надежнее, и компания веселее, и так далее. А еще может быть случиться так, что сходили втроем, и так думаешь, ну вот этот человек мне не нравится, не буду больше ходить с ним, и так далее. То есть складывается у тебя общее понимание, какие маршруты, в каких компаниях, с каким количеством людей, надежностью ты можешь ходить. И потом это все постепенно повышается, повышается, то есть растешь, растешь, растешь. Кто-то останавливается и говорит, вот мне пятерки ходить, вот все нормально, мне этого хватает, шестерки я ходить не хочу пока. И вот благодаря этому опыту ты начинаешь сам эти решения принимать. В принципе, есть люди, которые в двойке ходят 6B на 7-тысячники, которые, может быть, кто-то даже в семером не пойдет, даже если его туда вертолетом забросит, скажет, нет, нет, я вот здесь посижу, наблюдатель, вот так хорошо, вам налево, вот так вот. А в принципе, то есть это все самому прочувствуется. То есть можно ходить и вдвоем, можно втроем, и в пятером. То есть начинаешь понимать со временем это сам. От своего уровня, опыта, от команды в первую очередь. Очень большая проблема для многих альпинистов найти команду, с кем ходить. То есть они, может быть, готовы и вдвоем ходить, но вот этого второго человека, допустим, нет. А иногда бывает так, что вдвоем не хотим ходить, а третьего нет. Вот мы и сидим дома. Все, вопросов нет? Адмир, а вот эта тактика, где второй идет по перилу, она как-нибудь теоретически предусматривает возможность срыва первого? Я забыл сказать на самом деле. Один только минус есть у этой тактики. То, что лидер лезет на одинарной веревке, на одной веревке. То есть есть техники, есть маршруты, где предписано, что лидер должен лезть с двумя веревками. То есть и страховаться. Здесь такого не получится. То есть не получится лезть с двумя веревками. То есть ты как бы все время лезешь на одной. Но если вы достаточно опытные, понимаете, то есть вы лезете, допустим, с задней частью головы, чувствуете, что человек подходит уже, поджумаривает, вы видите страшное место, он приходит, и вы можете тут же перейти на стандартную схему. То есть говоришь ему, Вася, мне тут страшно, или я улез в сторону, мне нужно начать страховаться с этой стороны. Давай, начинай, страхуй меня двумя веревками. Такой раз, все сделал, пролез сколько-то метров, тебе уже не стало страшно, и вы можете перейти обратно на схему. То есть вот как раз таки умение, то есть скорость принятия решения, умение переходить от одной схемы к другой, она тоже будет вам постоянно добавлять, добавлять. Самый банальный пример, лезете вот, допустим, вот таким образом, лидер долазит, и он вылазит на очень легкий рельеф, и он понимает, что здесь тоже было, в принципе, не очень сложно, а может быть, сразу же перейдем в одновременку, и он как бы говорит, тут легко, и здесь было легко, все, давай быстрее одновременно. Окей. Или, допустим, на льду лед не очень сложный, мы идем вот одновременным движением, непонятно, уклон чуть меняется, да, но идем, допустим, лед градусов 40. Идем одновременно, лидер крутит буры, крутит, 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 кончились у него буры, можно перейти сразу же вот на эту схему. То есть он сделал станцию, этот человек подождал минутку, пока тот крутил буры, щелкнул веревку, встал на самку, сделал страховку. Подходит, и чтобы не упускать лидера, он может сразу же подойти и снова уйти. И когда веревка кончится, желтенький подождет, соберет буры, то есть фиолетовый подождет вверху, соберет буры, и они снова пойдут одновременно по легкому участку. Допустим, самый, что ни на есть, конкретный пример, в Аларче, на Байчичкей, четверка Б, сопля, мы сходили ее вот именно таким образом. Вначале там достаточно несложно, градусов, наверное, 50, потом ключик 30 метров вертикального льда. Получилось так, что мы первую легкую пролезли сразу, там, наверное, две или три веревки, то есть 100, может, 120 метров под ключ, одновременно подошли, я собрал станцию, ко мне подошел человек, он пролез ключ, вылез на легкий, и, допустим, мы сразу же полезли одновременно. То есть он шел, крутил буры, и мы на легком уже вышли. То есть вот таким двумя участками ему пролезли, по сути, весь маршрут. Если у нижнего не очень хороший уровень, то есть верхний может пролезть ключ, собрать станцию, сказать, страховка готова, нижний лезет, 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 приходит, и они сразу уходят потом по легкому до вершины. То есть тогда можно на три участка разбить. Как раз вот переход от одной техники к другой, принятие решения, вот здесь легко, у меня напарник сильный, я сильный, буров хватает, оттяжки есть, инструменты, вроде тренировался, могу лезть. Вот это помогает все время от одной к другой переходить. А вот в этой схеме, да, лидер лезет на одной веревке практически всегда, и в случае чего, то есть он остается на одной веревке, а нижний остров ходит к грегри. Ну, лучше всего идти в клубы. То есть очень большой объем информации, много навыков можно получить, не выходя из спортзала. То есть как вязать узлы, как страховать, как принимать, как собрать, ну, какие-то банальные станции, два шлямбура, три шлямбура, как их сблокировать, команды и так далее. То есть это все можно отрабатывать действительно в городе. И клубы дают эту возможность делать. А потом уже с некоторым набором навыков ехать либо со своим клубом, если тебе там все понравилось, понравились инструктора и нет таких людей, которые на тебя косо смотрят или тебе не нравятся они. То есть поехал с клубом, все отлично, у вас формируется какая-то команда, костяк. То есть большинство людей именно так и начинает заниматься альпинизмом. Если нет клуба или нет желания, возможности ходить в какое-то место альплагеря, ну, самое такое стандартное тоже выход, поехать в альплагерь на новичковую смену и там тебя также сначала начнут учить узлы. Вот так вот система надевается, вот так фиксируется, каска нужна, чтобы голова, башка, снег, камень не попал. Вот. А так, то есть клуб, альплагерь, вот собственно все начало. Да, я преподаю, я параллельно со спортивной карьерой решил развиваться и как инструктор, как гид, потому что когда начал ходить, учился в университете и, ну, естественно, особых денег не было, стал вопрос, а как я могу ходить в горы как можно чаще, но при этом не платить за это. было два выхода. Стать спортсменом, ездить с сильными командами за счет федерации и финансирования спортивных организаций и стать инструктором-гидом, чтобы ходить за счет клиентов, за счет сборов и как бы еще на этом зарабатывать и находиться также в этой всей стихии. И я выбрал как бы два направления, развивался как спортсмен параллельный и как гид-инструктор. То есть сейчас я езжу на соревнования, выступаю, но и работаю инструктором в альплагерях. То есть, по сути, вот Туиксу очень много мне дал, я часто туда езжу. Курсы в Красноярске, ребята Дэн, Марина тоже мне очень много чего дали, помогли. Собственно, я сейчас вместе с ними в одной сборной Красноярской. Также у них я работаю инструктором, когда у меня есть возможность. То есть можно сказать, что преподаю, да. А в какой плане лучше уже ничего поехать? Например, в Туиксу или Арчал? Что лучше? Прежде чем понять, куда ехать, надо ответить как-то саму себе на вопрос, какие цели, чего ты хочешь. Туиксу очень комфортный лагерь. То есть он один из немногих, очень близко расположенный к городу, очень удобная логистика. Именно из-за этого он стал быстро развиваться и из-за, так сказать, людей. То есть есть такая поговорка всегда проблема в кадрах. Там очень хорошие кадры, хорошие инструктора, хороший директор лагеря. И там комфортно. То есть там есть теплые домики, есть электричество. Ты ходишь из лагеря в лагерь, то есть все время возвращаешься в тепло. Если нужен интернет, там ловит местная сеть. Очень рядом, буквально, наверное, в километре горнолыжный комплекс Чимбулак. Из-за этого есть логистика общественного транспорта. То есть ты можешь даже не прибегать к трансферу на машине, ты можешь дойти до Чимбулака, сесть на маршрутку, ехать в Алмату, и через час, через два часа ты находишься в городе. То есть я начал, так сказать, свой какой-то путь с этого лагеря. Очень много маршрутов, как раз-таки для новичка. Вплоть до второго разряда можно там ходить, развиваться. Разносторонние маршруты. Начиная с протяженных грибней, единичек, двоек, заканчивая стенными маршрутами с очень концентрированным, сложным лазанем. То есть три-четыре веревки и лазанья порядка 5C, 6A, 6B. И 6C, допустим, есть на пятерке, от которой мы там сходили, первую нашу. То есть очень хороший, комфортный лагерь. Поэтому можно поехать туда. Ворчу можно, без деньги. То есть просто что хочется, что больше интересно. И в первую очередь, наверное, все-таки будет вставать вопрос просто с кем и к кому. То есть с кем эта команда, с кем ты хочешь ехать, компания, клуб, с кем ты начал как-то об этом общаться и к кому. То есть к каким-то, может быть, конкретным инструкторам, может быть, ты о ком-то узнал, почитал, посмотрел или тебе друзья посоветовали. То есть если ты на эти вопросы себе ответишь, то уже станет понятно самому себе, что и куда. Я видел руку. Скажи, вот это самостраховка. Это у тебя самостраховка или это… Да. Глубоко. Это пиццелевый аджаст. Да, вот он. Да. Они бывают в нескольких вариациях. То есть мы купили с напарником двойную. То есть она у тебя доработана, да? Нет. Получается, есть три варианта этих. И с другой стороны не было? Была. Мы с напарником ее разделили. То есть мы купили… Да, вот так взяли болгарку, пильнули и сказали аккуратно. Нет, мы купили две двойные, то есть узрегулируемый и узрегулируемый. И там просто веревочка другого цвета. Есть две модели, которые чуть подешевле. Один регулируемый уз, один фиксированный. И есть просто один регулируемый уз. Вот. Мы взяли вот два двойных, порезали пополам, и я ее просто к себе привязываю. То есть не на полусхват сажу, как штатные самостраховки почти все делаются, завязываю узел восьмерка и завязываю. Она одна у тебя или здесь? Нет, она у меня одна. То есть я хожу с одной. В принципе, есть хорошие техники, где можно ходить вообще без самостраховок, а всегда использовать основную веревку, к которой ты привязан, пришел, встегнул карабин, встегнул веревку, сделал оборот, и у тебя получилось стреми, и ты уже на самостраховке. Ничего лишнего в принципе ты не носишь. А это, да, это сертифицированная самостраховка, которая предполагает даже на нее рывки с фактором 1, не больше, но позиционируется как самостраховка. Они лежат в спортмарафоне. Да, да. Вот в спортмарафоне есть такие. Иногда используют, да. То есть многие техники, многие инструктора, преподавая технику при движении на искусственных точках опоры, рекомендуют использовать регулируемые какие-то стропы, они называются клифы, для самопозиционирования. Нет, клифы не использую, я с крюкопузом хожу. То есть мне не нравится вот это все нагромождение, то есть клифа, лесенки, удлинять, укорачивать. Но на нависаниях, над чем-то косом, конечно, удобнее срегулируемой, потому что ты ее щелкнул, сделал сколько нужно шага и сам себя вытянул за счет небольшого такого полиспаста и она обратно не идет. А с крюкопузом чуть сложнее, то есть тебе нужно обязательно дотянуться до определенного колечка, то есть держать спину, ноги и как бы больше устаешь. Ну вот, ее, да, я использую как самостраховку. Карабин здесь муфтованный. Еще один вопрос. Есть какие-то лайфхаки, например, магниты, которые мы ставили в салон, конечно, был не застрянут. Да. Есть какие-то собственные лайфхаки и как ты относишься к самопаунду кого-то? Ой. Увидел, что ли? Ну вот у меня есть вот такой самопал-магнит. Не я магнит отлил, на заводе его отлили, но придел к системе его я сам. Получается так, что я силовую стропу не дырявил, а продырявил мягкую подкладку. То есть в принципе она не несет никаких… Насколько это удобно на системе магнита, а не сзади на разгрузке? Вот. Это тоже такой вопрос. Хочешь ли ты лазать с разгрузкой или хочешь ли ты лазать всегда с нижней системой? Сейчас я вот закончу с этим и отвечу на твой вопрос. То есть я вот магнит я купил, у него есть вот такая дырочка. И я прямо насквозь заклепкой и таким рычажком заклепальным, который клепки делает, приклепал и обмотал пластырем, чтобы резкие удары не ломали мой магнит, потому что он начал чуть-чуть крошиться. А вот эта тканевая основа пластыря, она чуть-чуть амортизирует и сдерживает удар, чтобы магнит не стал разваливаться. Все штатные магниты, они вот в такой защитной штуковине, чтобы магнит не бился. То есть в принципе отношусь нормально, но это нужно делать действительно с умом. Лучше советоваться с кем-то, может быть, с старшими товарищами, может быть, посмотреть. Если это ничего силового не несет, то экспериментировать можно. А если ты делаешь самую страховку, вяжешь из ниток, которые нашел дома, то не очень хорошо. Или сшиваешь стропы сам, старые дедушкины, тоже не очень хорошо. А в принципе я… У меня нет разгрузки сейчас верхней. Я ее купил, мне она была немного неудобна. Во-первых, вот здесь было слишком много. Я подрезал и укоротил. Не было крепления под пластиковый карабин, а мне было удобно, чтобы он здесь был. Я пришил небольшие стропки сюда, и он теперь подстегивается. Магнит точно такой же сюда тоже сделал. И когда лазаю что-то сложное и тлошное, я лазаю с верхней разгрузкой. А магнит на верхней разгрузке под лакаря? Нет. Вот магнит, он, кстати, у меня такой мультифункциональный. В принципе, я на магнит чаще всего пристегиваю фифы. Фифы сразу с лесенкой. Очень многое и то идет на фифах на самом деле. То есть какой-то аналог такого драйтулинга. И если у тебя не хватает, допустим, либо физической формы, или ты не так сильно доверяешь рельефу, то ты можешь и тлошить на фифах. И для этого я, не возвращая каждый раз их сюда, не подстегиваю, не отстегиваю лесенки. То есть у меня фифа, встегнутая лесенка. То есть я встал, нижнюю снял, сразу сюда на магнит раз, приделал, встал повыше, снял, подставил, забил, встал, эту забрал, сюда приделал, обратно ее. То есть фифа, если вдруг упадет, она на самостраховке, на лесенке, ничего страшного с ней не будет. Если мне фифы дальше не нужны, то, естественно, я их возвращаю на пластиковый карабин, забираю лесенку и с лесенкой уже работаю, что нужно. А вот по поводу молотка. Многие спортсмены лазают с молотком на спине. Это вообще пошла привычка из советского альпинизма, когда молоток просто закидывали за спину. И он там. Да, 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 за спину закидывали. Даже бывали истории, когда говорили, что забыли самостраховку пристегнуть к молотку, и вот так вот. Где молоток? Вот. Ну и лови, а он не ловит. Вот. И, в принципе, удобство есть. Во-первых, у тебя самостраховка, у молотка сразу становится короче, потому что, когда она здесь крепится, чтобы тебе вытянуть, она вот такого расстояния. Если у тебя грудная разгрузка, и ты крепишь самостраховку сюда, то она уже становится на 30-40 сантиметров короче. Подстегнул сюда, и она у тебя вот здесь не болтается. Обратите внимание, лазая с нижней развеской, у меня самостраховка у молотка вот так висит. Иногда в ней бывает что-то запутывается. Несмотря на то, что это резиночка внутри, оплетки тоже, кстати, вот самопал, тоже сделанная самым. Она все равно иногда со снаряжением перепутывается. Если у тебя магнит здесь, молоток тут, наоборот, там магнит с молотком, а здесь самостраховка, у тебя ничего с ним не путается. Но тогда с верхней разгрузкой не так удобно делать, может быть, какие-то сложные движения, лазать в каминах. То есть она все равно будет сковывать верхний плечевой пояс. То есть как-то что-то шевелится. Вешаю петли удлинителей, вот 60-ки, как показал в начале. Верхняя разгрузка опять накладывает некоторые ограничения в развеске. У тебя тут куча других петелечек, куда ты их можешь подстегнуть легко и быстро. Такой вопрос. А что, без верхней разгрузки система не сваливается? Через несколько часов начинает ползти. Да, на самом деле иногда подползает. Я стараюсь не сильно наедать, и когда подтягиваю, вот так вот сильно затягиваю. И в процессе лазания действительно она все равно начинает как бы сползать, сползать, сползать. Я такой... и полез. А когда много одежды, таз и талия, она как бы вместе съедается с большим количеством одежды. И вот у многих инструкторов-высотников, я прям видел, они берут петельку за заднюю, за систему, прокидывают через плечи и сюда подстегивают. И уже необязательно сильно затягивать ее на талии. То есть она сама держится за счет плеч и вполне нормально. Очень актуально у высотников, когда много одежды, то есть ты в пуховке. Если ты ее сильно затянешь, у тебя будет отсутствие теплоизоляции, потому что ты весь пух сжал, ну или не пух, там смотря какой у тебя пуховик. Ты его сжал, там уже воздуха нет, ничего не изолируется, тебе будет холодно, тебе будет неудобно двигаться и дышать, потому что все равно она чуть-чуть будет сдавливать. А так, немножко, да, она стягивает, спадывает, я стараюсь посильнее подтягивать ее. Да, 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 когда мне не выдают, а система уже на коленях, ты... Ладно, я вниз сам слезу, не надо выдавать, спасибо. Кстати, да, вот в этих, я же не успел вам рассказать, вот здесь были забавные моменты, когда я лез вот по этой схеме, по второй, пролезаю, пролезаю, даже 30 метров не пролез, но был настолько изгибистый рельеф, что вот эта веревка синяя уже в принципе не тянется, я тяну, кричу, выдай, выдай, а они говорят, да вы, 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 я сам такой, я такой, типа, что делать-то, ну ладно, собираю станцию, вытягиваю всю синюю веревку, то есть уже на самостраховке, не так, что так стою и кричу, выдай, а то есть на самке повис, тяну, изо всех сил, так вот тяну, тяну, уже иногда становую, вытягиваю, что ну прям реально много, щелкиваю сюда в мастер карабин, дополнительный карабин с длинной петелькой, щелкиваю синюю веревку и, ну, на стреме, то есть говорю, перила готовы, они перещелкивают страховку, я щелкиваю красную веревку и уже практически с нулевым трением через один карабин начинаю уходить, то есть как раз таки вот эта схема, она тоже помогает бороться с трением в определенных моментах, то есть ты доходишь, вытянуть не можешь, собрал станцию, встал на самку, вытянул всей тягой, щелкнул и с большим уже провисом и со страховкой, которая не щелкнута ни в одну вот здесь точку, только в станцию, начинаешь уходить спокойно себе и не кричишь, что они тебе не выдают, да, да. Можно еще вопрос? А нужно две динамики единички или? Да, обязательно единички. Две половинки единички? Нет, две половинки не подойдут, потому что и половинки, и сдвоенные веревки предполагают, что ты сразу две используешь, что либо разносишь, либо щелкиваешь в одну, в одни точки и при срыве работают две веревки. И здесь при срыве сработает только вот красная. Поэтому даже если ты вдруг увидишь, что кто-то так делает, мы так никогда не делаем. Нельзя так делать. Только единички, да. И, ну, как бы девять, и можно чуть побольше. Девять и два, чтобы было диаметра. Вдруг перетрется. Еще вопросы? Родные, у тебя есть какие-то контакты, с кем-то, можно связаться? Ну, я почти все время в горах. Ну, вот, куда-то посадите, прочитываешь. На почту? Надеюсь, в новостях не будет про меня новостей. Ну, да, есть контакты, есть, у меня есть телефон, и я им умею пользоваться. А, да, да, есть, но тут нету. Ну, вот, спросили у меня, преподаю ли я. Да, я преподаю, и вот сейчас начал какие-то, да, начал вести свои курсы, параллельно работая в каких-то лагерях, еще и провожу свои курсы в разных районах. Сейчас вот скоро в Ворчу поедем, потом в Крым и так далее. Как со мной связаться? Ну, это... Да. А? Номер? А еще. Давай. А я не помню, как назову Инстаграм. Ну, а, так я вот так могу. Ратмир. В принципе, по имени-фамилии можно меня найти ВКонтакте. Да, и мне написать, если у вас... Нет, Янов, Янов. Ну. Да. Спасибо. В конце лекции извините. А вы кто? То есть, если какие-то просто возникают вопросы, я всегда рад ответить своим ученикам, посоветовать какое-то, допустим, снаряжение, кто-то что-то спрашивает, а что мне купить, две веревки и одну, я всегда говорю, две лучше, чем одна. Если спрашивать, в какой район, кому поехать, или где что узнать, или просто вот некоторые из учеников ездят у меня на соревнования, говорят, а вот мы хотим поехать, как отправить рюкзак, я говорю, транспортной компании, вот номер тебе транспортный. Вот. То есть, всегда на самом деле рад поделиться информацией, чем-то помочь, потому что когда я начал заниматься, мне не хватало вот какой-то такой информационной помощи, чтобы мне сказали, вот сюда едь, сюда едь, и сюда тоже едь, а сюда не едь. То есть, мне все время нужно было как-то находить самому эту информацию, и сейчас мне приятно помогать людям, кто увлечен тем же самым делом, с которым я связал жизнь, и спортивную, и профессиональную деятельность, поэтому вот, если есть какие-то вопросы, всегда даже готов на расстоянии ответить. Телефон у меня есть. Вот. Вот так можно найти меня в ВКонтакте. Вот. Еще какие-нибудь вопросы? Спасибо. Нет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо.